На чемпионате мира в сайтами завершился ритм-танец. Эндрю Пажа, Канада, 82,84. 6. Мэдисончок Эван Бейтс, США, 82,32. 7. Шарлен Гиньяр, Марко Фабрии, Италия, 81,99. 8. Пайпер Жиль, Поль Пуарье, Канада, 80,44. Лучше и быть не могло. Такой вывод можно сделать по итогам ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в японской сайтами. Два российских дуэта в тройке лучших, а впереди лишь те, кого судьи считают небожителями. Виктория Синица и Найя Никита Кацалапов два месяца назад в Минске лишились шансов на медали чемпионата Европы именно в коротком танце. Сейчас же в сайтами они выдали, наконец, такое танго, что удивились, наверное, даже судьи. Во всяком случае, их итоговая оценка, 83,94, чуть менее балла уступала мировому рекорду. При этом Синица и Найя Кацалапов вышли на лед первыми в предпоследней разминке, то есть за ними выступали еще девять дуэтов. А обычно судьи чуть зажимают оценки тем, кто выступает не в сильнейшей разминке, понимая, что дальше могут катать еще сильнее. Сами фигуристы после завершения проката признались, что можно выдохнуть и теперь уже сосредоточиться на произвольном танце. А еще сказали, что ради таких прокатов работают чуть ли не круглые сутки. Они уже давали интервью, а на лед один за другим выходили следующие участники. И никто до последней пары не смог превзойти результат Синица и Найя Кацалапова, включая Александру Степанову и Ивана Букина. По ходу сезона ученикам Александра Свинина и Ирины Жук не ставили четвертый уровень в секции танго, но на этот раз техническая бригада к их прокату претензий не имела. По большому счету, все решали исключительно судейские плюсы, в данном случае минусов не было. И Степанова с Букиным расположились следом за Синицей и Найя Кацалаповым, уступая партнерам по национальной команде 0,84 балла. После проката Александра и Ивана стало ясно, что в тройке лучших в ритм танца будут два российских дуэта. Такого на чемпионатах мира не было уже очень и очень давно. Впереди наших фигуристов только многократные и действующие чемпионы мира французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон. За свое танго они получили невероятные 88,42 балла, это мировой рекорд. То есть разница между ними и всеми остальными в 5 баллов. Для этого французы должны были откатать танго жизни. Видимо их уже приравняли к богам. На взгляд не технического специалиста и не арбитра, а просто зрителя, такой колоссальной разницы в прокатах чемпионов мира и остальных участников не было. Но тем, кто выставляет оценки, виднее. Кстати, техбригада очень лояльно отнеслась к выставлению уровней за конкретные элементы. Не только нашим спортсменам, но и остальным уровни не понижали. Интересно, что пары, занимающие после ритм танца место со второго по шестой, то есть попавшие в сильнейшую разминку, втиснулись в полтора балла. А разница между Степановой, Букиным и американцами Мэдисон Хаббелл, Закари Донахью составила всего 0,01 балла. Совсем немного уступают пятерке дуэтов итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фабри, а также канадцы Пайпер Жилли Поль Пуарье. Это значит, что битва за серебряную и бронзовую медали будет очень жаркой. Ну а с чемпионством все уже решено. Субтитры создавал DimaTorzok